Всем привет! Добро пожаловать к мне на канал в новое видео. Вы очень много просили меня снять собиралку, поэтому я сняла в шортс, потому что вот как и сейчас мне появится так возможность немножечко совсем сесть, поболтать и записать для вас вот такое большое видео. Я немножко сегодня накрасилась, я с утра нанесла уход, зачесала брови, мы пошли сели 7 гулять. Я сегодня в этом видео краситься не буду, немножко только вам покажу. Вот, потому что у нас на улице дождь, мы сейчас снова пойдем гулять, у меня все просто потечет, поэтому я сегодня с минимальным количеством макияжа, но в принципе в обычной жизни я всегда так, наверное, плюс-минусы выгляжу. Ну, ресницы подкрашиваю, как бы, ну, ну, губы иногда, как бы, у меня макияж просто минимальный, потому что я всегда очень ограничена во времени, потому что у меня маленький ребенок. И также в этом видео я немножко хочу с вами просто поболтать и хотела поблагодарить вас за то, что подписываетесь на этот канал, за то, что вы меня смотрите, поддерживаете, пишите мне очень много приятных, теплых слов. И, наконец-то, на моем канале вступнули 10 тысяч подписчиков. Честно говоря, до сих пор не верю. Для меня просто не резко канал как-то начал расти, за последние два месяца очень резко вырос. Мне до сих пор не верится, что это правда, просто вообще. Спасибо вам огромное, что вы подписываетесь, смотрите и продолжаете смотреть, продолжаете поддерживать, что вы пишете, что вам нравятся мои ролики. Для меня это огромная мотивация продолжать снимать для вас дальше. Просто вы такие классные, вы даже не представляете, у нас такое классное здесь выбирается сообщество, мамочек. В общем, благодарю вас за это. Мне сказали, тут что на балконе, но мне тоже так кажется, что здесь, во-первых, лучше освещение, а во-вторых, я выгляжу более приближенно так, как в жизни, потому что в других комнатах там синий свет, короче, все не очень смотрится. Вот, надеюсь, что звук будет отличный, машина тут ездит, но думаю, надеюсь, что все будет хорошо. И сзади меня, ну, я вот так села, чтобы вам меньше было видно этой стены. Я немножко волнуюсь, посмотрим, что получится. Такие видео обязательно дальше будут. Формат «окрашусь и болтаю», потому что было очень много запросов на видео такого формата, где я крашусь, показываю свои любимые продукты и болтаю с вами. Такие видео обязательно будут, и когда у меня появится время, будут появляться чаще. Я на самом деле хотела в прямой эфир выйти и записать эту крашусь и болтаю, но я немножко не рассчитала со временем. Я переживаю, что скоро проснется Елисей, и я не смогу бы записать прямой эфир. С видео, конечно, полегче, но я обязательно тоже хочу выйти как-нибудь в прямой эфир. И я все переживаю, что там будет немного народу, и чтобы вам было поинтереснее его смотреть, покраситься, ну, накраситься в этом прямом эфире, собраться, сделать прическу, например, и попробовать его сохранить. Вот, сегодня я вам покажу свои любимые продукты, покажу свой ежедневный макияж, прям как вы и просили. Также просили показать для тела мои любимые штучки, тоже постараюсь показать, если не проснется Елисей. Ну, посмотрим, мне главное, чтобы видео тоже было не очень длинным, а то и любительница все растянуть. Когда я начну говорить, меня не остановить. Я уже нанесла на свое лицо уход, мы с Елисейом сходили погуляли, он у меня сейчас спит, и я вам быстро записываю, поэтому быстро расскажу про свои любимчики в уходе за лицом. Во-первых, это такой тоник, я напишу название в комментариях, от Ева Мозаик, ультра-уллажняющий для сухой чувствительной кожи. У меня в кейсе такой тоник есть для сухой кожи, для жирной комбинированной, вот, очень мне нравится, он бюджетный, так что советую. И когда я проходила обучение, нам сказали, что у этого тоника хороший состав, и после обучения покупала еще несколько обучений онлайн и гайды, и там я видела у визажистов, тоже нравится им такой тоник, так что советую, присмотритесь, он бюджетный. И я им с утра, обычно я лицо с утра никакими продуктами не умываю, там пенкой, гелью, еще что-то, я умываю лицо водой и затем протираю тоником, потому что есть на эту тему много мнений, кто-то говорит, что надо, кто-то говорит наоборот, что за ночь на лице скапываю что-то там, какая-то своя защитная пленка или что-то появляется, и какими-то агрессивными средствами лучше средствами ее лучше не смывать. В общем, я и так, и так пробовала и поняла, что у меня первый вариант, когда я с утра не умываюсь ни чем там супер-пупер, на данный момент подходит больше. Вот, поэтому я с утра не умываюсь водой, протираю лицо всегда тоником, у меня есть еще другой, но мне не очень понравился. И дальше я наношу либо какую-то сыворотку, либо какую-то эмульсию, у меня есть несколько, одна сейчас от Фармстей в голубой баночке, наверное, многие ее знают, она лежит у меня в гардеробе в кейсе, поэтому не стала достать мне этот скит Елиси. Вот моя самая любимая еще, очень люблю вот эту эмульсию, да, это эмульсия от It's Skin с зеленым чаем, я ее брала на Хербе, а также их можно поискать, они на пакетплейсах есть, может быть, другие, не с зеленым чаем, я там видела другие, голубая вроде тоже хорошая, вот. Вот, но она у меня уже будет мне остаться тут на один-два раза, буквально капельку, если я успеваю, потому что я уже говорила, что я наношу с утра уход, чищу зубы, все это делаю, пока мне лисе купается после завтрака, иногда он не хочет купаться, у него нет настроения, он висит на мне, поэтому если у меня есть время, я делаю массаж со скребком гуаша, и что я заметила, мне писали, что не надо мне его делать, что когда я делаю массаж скребком, я после того, как наношу свою ротку эмульсию, я делаю массаж, да, у меня подтягивается немножко кожа, выделяются скулы, и в принципе, если я наношу уход, зачесываю брови, мне уже очень нравится, как я выгляжу, я могу пойти так, я могу пойти без косметики, я в этом ничего страшного не вижу, если у меня нет настроения, я не крашу, вот, наделаю массаж скребком, но не всегда, дальше я наношу крем, у меня есть вот такой крем, он больше подойдет жирной комбинированной коже, от Secret K, гиалуроновый Аквасофт крем, вот, тоже продается на маркетплейсах, корейский, по-моему, крем, да, вот, он, а эта вся продукция там не супер дорогая, а вот этот крем, это мой сам, я этот крем просто, я выбрала сивкейс, но я его не использовала, у него уже, по-моему, истекает срок годности, скорость течет, да, я его просто это использую, он мне нравится тем, что, когда ты его наносишь, он создает такой, как бы немножко, как липкий слой, и кожа плестит, и когда ты наносишь сверху какой-нибудь тон, очень все красиво смотрится, вот, если вы не любите, когда такое немножко липкое ощущение на лице, лучше его не используйте, самый мой любимый крем, дальше покажу, я наношу либо вот этот, либо вот этот, скорее всего, от Аравии, крем для лица с мочевиной, ультра увлажняющий, он тоже недорогой, вот эта баночка 150 миллилитров, стоила 500 чем-то рублей, я брала ее на Валберис, я беру уже не первый раз этот крем, и я советую его иметь всем, у кого сухая кожа, летом, когда сильно загорите, намажетесь, мне очень нравится, как он увлажняет, я иногда его на ночь просто наношу, также им можно тело намазать, если вам не понравится, как оно на лице, потому что он такой жирненький, конечно, не понравится, если как по ощущениям на лице, то можно и на тело его вымыслить, он классно увлажняет, он мне очень нравится, потому что у него мягкая такая бархатная кожа, мне очень-очень нравится, дальше поехали, я наношу крем под глазки, вот этот крем от Enav Collagen, обычный крем, он у меня когда закончится, я его не буду обновлять, куплю какой-нибудь другой, у меня в кейсе визажиста лежит от Shiseido крем, такой в оранжевом тюбике, с светоотражающими частичками, он мне нравится больше, возможно, я себе и куплю тот крем, вот, и в принципе, вот я наношу, могу нанести сыворотку и крем, и пойти зачесать брови, пойти гулять, крем под глаза не всегда наношу, скажу честно, так, давайте сразу покажу, чем зачесываю брови, чем укладываю, потому что делаю это всегда, самый мой любимый продукт из всех, что перепробовала, это от Stellar Pro Fixing Gel, очень он мне нравится, вообще просто шикарный продукт, единственное, что он иногда оставляет следы на коже, по-хорошему, его надо сначала укладывать в брови, потом наносить уход, чтобы все идеально было, вот, я брови себе карандашом их не рисую, я их крашу краской, я хожу в студию, мне делают там долговременную укладку, коррекцию, окрашивание бровей, я уже туда попасть не могу с начала марта, у меня все, с мужем у нас время не совпадает, чтобы мне надо заранее записаться, вот, и так как я сейчас не могу попасть в студию, я делаю дома сама, но вообще я стараюсь это раз в неделю, бывает два, бывает три раза, максимум три, раз в неделю я дома крашу брови сама, вот такой вот краской, студию профессионал, я ее брала в блокератке, она недорогая, она уже у меня закажет, ну, такой уже страшный тюбик, надо его просто заменить, вот, цвет у меня графит, я с 16 лет крашу брови, ничего у меня не отловили, все у меня отлично, все держится, все на месте, так, поехали дальше, еще я недавно приобрела такую штуку, у меня вот здесь вот у бровей волосы такие пушковые, и когда я, в принципе, они мне никак не мешают, но я пыталась их удалять пинцетом, у меня от пинцета начинают сильно слезиться глаза, когда я себе начинаю дергать пинцетом, я купила себе сахарную пасту, пыталась ей убрать, у меня ничего не получилось, я поняла, что нет, это не для меня, в студии мне их удаляют воском, потому что пинцетом их невозможно взять, и то мне воск не все берет, я себе недавно купила вот такой вот, это такая, типа, бритва для лица, в общем, чисто женская штучка, они везде, они очень бюджетные, я купила три штуки, не стоили 170 рублей, на Валберсе заказала, вот так и наберите, бритва для лица, там много разных выйдет, можете по отзывам почитать, выберите, какая вам нравится. Я просто на очищенное лицо я наношу масло, и вот так тихонечко делаю коррекцию, очень быстро, очень удобно, не надо там стереть, ковыряться пинцетом, мне очень нравится. Вот, поехали дальше. Еще хотела что вам показать, это спрей, он мне не привился, я бы вам показывала, я им пользовалась всю зиму, это спрей от Pussy Magic Water, у них еще есть гель для бровей, его многие кто хвалят, но я пока его не заказывала, вот, потому что у меня от Stellar есть, мне как бы тоже много куда их, он очень приятно пахнет, и я его наносила на ночь на очищенную кожу, утром просыпалась, такой легкий эффект загара, это спрей автозагар, тоже мне нравился. Вот, сейчас его не используют, потому что вышло солнце, лицо немножко подзагорело. Так, поехали дальше. Это, наверное, будет актуально осенью, я к нему вернусь. Давайте покажу две свои любимые туши, это Maybelline Color Sensational, там у них разные оттенки есть, мне она очень нравится, также мне очень нравится тушь Cabaret Premier, я беру обычно в коричневом цвете. Сейчас, кстати, у меня туши нету, я сегодня решила не красить, я хотела с вами накраситься сейчас, но я что-то смотрю, у нас опять дождь собирается, мы, может, вечером выйдем, я с вами сейчас синячки подмажу. Вот, так, в общем, я гелем для бровей уже брови уложила, они мне намертво будут держаться весь день, туши я и не буду красить. Ресницы сегодня, поехали дальше. Теперь покажу свой любимый бальзам для губ, это Medela Purilam Lanolin крем, я думаю, многие мамы его знают, практически у всех блогеров-мамочек, которые снимают видео, что брать с собой в родом, все берут вот этот крем, он для сосков, период грудного скармливания, первые несколько дней очень выручает, а также его потом можно мазать кутикулу, какие-то сухие участки на теле и губы. Мне очень нравится наносить его на губы, я его вместе с вами сейчас нанесу, он такой как маска, я когда просыпаюсь утром, понимаешь, у него губы сухие, я его наношу либо на ночь, очень мне нравится, мне надо буквально каплю, посмотрите, сразу, как будто это такой как бальзам, он очень такой жирный. Мне еще нравится базелин, я заказывала с Эйхелба, тоже на губы наносить, когда губы сохнут, вообще шикарно, вот. В общем, классная штука, так что, мамочки, если у вас есть такой крем, не выкидывайте его, обязательно измажьте, киньте в коляску, пойдете на улицу гулять с ребенком, вспомните, намажьте на губы, вспомните меня. Вот, так, поехали дальше. Вот, я нанесла уход, зачесала брови, что я делаю дальше? У меня есть два варианта. Первый это наноси биби-крем, он с сильным SPF, SPF 50, вот так вот он называется, брала его на Валтерис. Даже название читать не буду, не буду поздравиться. Вот, я его сейчас использую, когда выходит солнце, потому что я себе до сих пор не купила нормальный солнце, защитный крем. А так, я не очень люблю в обычной жизни пользоваться такими штуками. Я использую только консилеры обычно. У меня был консилер от Max Factor в 0,2 оттенке Light. Он такой подсвечивающий, он не сильно перекрывает, он вам прям супер сильно что-то там не перекроет, какие-то покраснения. Он такой легкий, но чем он мне нравился, тем, что у меня в самихе под глазами всегда. Это у меня алимия, она с 12 лет, по-моему, не стоит. Вот, и он немножко их перекроет, и мне уже нравится все, как выглядит, и меня все устраивает. И если вы хорошо растушеваете, не будет видно границ, и, в общем, выглядит так, как будто это не накрасится. Сейчас я взяла, не нашла его нигде, ни на маркетплейсах, ни в магазинах. С Max Factor вообще беда, там очень маленький ассортимент сейчас. Салат Инфлюенс Бьюти, тоже на втором оттенке Light. Консилер, написано, консилер для молодости, кожи, тоже с подсвечивающими небольшими частичками. Мне показалось, что, не знаю, в магазине смотрела, что немножко он блестит. Хотя вот сейчас смотрю, вроде блесток нет. Вот, нету вроде. Он мне тоже сейчас очень понравился, и давайте я его вместе с вами нанесу. Я его сейчас использую постоянно. Так как я его использую только для себя, я не заморачиваюсь и прям беру с банки и замазываю. Вот. И я всегда крашу, когда себя просто крашу, клиентов я крашу по-другому. Я его разношу вот здесь, на нос немножко разношу, и все отлично выглядит. Вот. Буду разносить спонжем. Кстати, ссылку я на спонжи оставлю, тоже на вал пересек беру. Упаковка 4 штуки, там стоит до 200, по-моему, рублей. Тоже мне очень нравится спонжи. Вот я так остатки наношу на нос и немножко растушевываю, чтобы всего этого не было видно. Границ, переходов, и все выглядело максимально натурально, естественно. Вот и все. Так, и дальше мои два любимых продукта, которые делают кожу сияющей. Я уже вам много раз показывала вот этот праймерский перфектор от Organic Kitchen. И можно разбавлять тон, смешивать он с небольшими светоотражающими частичками, которые практически не видно, чтобы тон был легче и кожа сияла. А можно прям как хайлайтер его наносить на выступающие участки. Вот этот сияет посильнее. Сегодня буду использовать его, а он дешевле. Это Everlight Glow & Go хайлайтер. Это прям хайлайтер. У меня он в таком... Он такой, как немножко розовый. Вот. Не знаю, фокусируется, но здесь чуть плохо видно. У него прям видно сразу. Наносишь на арку и вот в этом месте незнабильного мне эта кожа блестит. Да, конечно, она не хочет сфокусироваться. Наношу прям вот так с тюбика на выступающие частички, выступающие части лица, частички. Вот, я уже заговариваюсь, в общем, все. Немножко на нос. Вот. Ну, на себя я разнесу остатки. И тоже спонжик. Я спонжик либо руками крашусь, в зависимости от настроения. Если мне лень мыть спонжик, потому что его каждый раз надо мыть, я его не использую. Спонжик должен быть обязательно мокрый. Но я думаю, что все это знают, и их надо постоянно мыть, иначе в них скапливается много микробов. Надо часто менять. Если он запорвался, сразу вы меняете, потому что размножаются бактерии в нем. Вот. Поэтому берите спонжики подешевле, потому что лучших часто мне нет. Иначе будут у вас много выступать. Дальше я буду использовать бронзер от Physicians Formula. Мне еще от них нравится тональный крем. Очень сильно нравится. Очень классный. Он такой и не сильно легкий, и не сильно матовый. Прям вот идеальная золотая середина для меня. Вообще, я его наношу вот такой кисточкой. Она у меня уже грязная, эта козочка. Но она стала сыпаться. Надо другую заказать. Прям очень сильно сыпается, лезет. Не знаю, почему. Правильно я на них ухожу. Поэтому я буду использовать вот такую синтетическую кисточку от Real Techniques. Вообще, мне больше это нравится. Вот. Кстати, бронзер я не всегда использую. По настроению. У меня еще есть жидкий бронзер от Chic. Тоже мне очень нравится. Он мне нравится больше. Потому что мне больше нравится использовать в своем макияже только жидкие продукты. Сухие не очень люблю. Вот. А на клиентах я обычно использую сначала жидкие, потом сухие, чтобы все лучше держалось. Он, кстати, очень вкусно пахнет кокосом. Вот. Так. Ну, я думаю, что многие знают при этом бронзер. Многие его видели. Фрумяны я редко использую. Поэтому даже вам показывать их не буду. И часто меня спрашивают тоже, чем я крашу губы. Я сегодня этого делать не буду. Помада у меня в спальне в Елисе. Я вам потом, наверное, попозже покажу. Такой карандаш мой самый любимый. Вот прям самый. Я его использую каждый раз, когда крашу губы. То есть я, в принципе, могу взять любой карандаш, любую помаду. Но вот этот карандаш я использую практически всегда. Я им прорисовываю контур губ. Это делает такой тень. И губы выглядят пухлее. Я очень люблю этот эффект. Это карандаш Miss Tace. Оттенок 710. Я думаю, многие про них знают. Они представлены на зоне на Валперсе. Они супер бюджетные. И карандаши просто огромные. Вам их хватит надолго. Также мои любимые карандаши это Stellar. Я думаю, тоже много у кого не фаворитов. Вообще у них классных много карандашей. И также я очень люблю карандаши от NYX. У меня тоже их много. Мой самый любимый оттенок Nude Truffle, который я использовала на фотосессию. Потому что губы... Мне он идеально подходит. Губы выглядят натурально. Немножко просто, немножко поярче. И он такой больше в коричневом. Также у меня есть две любимые помады. К сожалению, не могу их сейчас показать. Но, может, они в спальне. Там спатье висейка. Это помада Maybelline оттенок 725. И помада от Stellar оттенок 02. Помада от Maybelline, она такая немножко полупрозрачная. Она в розовинку уходит. А от Stellar она такая более бежевая. Она бежевая. Под эти помады подходит очень много карандашей. Мне кажется, практически любой карандаш можно под нее использовать. И замешивать. И получаются красивые оттенки на губах. А они супер базовые. Вот я за что эти две помады люблю, что они супер базовые. Ты их наносишь на любой карандаш. Пальцем распределяешь. И всегда будет выглядеть очень красиво. Очень натурально. Мне они очень нравятся. Так что обязательно присмотритесь к ним. И блески. Блески я не очень люблю на губах использовать. Потому что ветер у нас постоянно дует. Летают волосы. Все это вот так. И волосы прилипают к этому блеску. Все разносится. В общем, я не фана от блесков. Но если я беру блески, скорее всего, это будет какой-то прозрачный блеск. С минимальным количеством блесток. Чтобы он тоже таким был базовым. Чтобы... Я люблю смешивать оттенки карандашей, помад. Сверху наносишь блеск. В общем, мне вот так больше нравится. Потому что у меня есть художественное образование все-таки. И цвета я смешиваю. Просто обожаю. Ну что, первая часть этого видео подошла к отцу. Я вам немножко рассказала про свой ежедневный макияж. Да, в обычной жизни, как вы, да и для видео. Я даже крашусь немного. Я глаза тенями не очень люблю красить. Могу иногда между ресничку коричневым карандашом вот здесь краю покрасить. Подкрасить, чтобы глаза были повыразительные. А у меня, во-первых, времени нет краситься. Во-вторых, я как начну рисовать, меня как понесет, я потом остановиться не могу. Поэтому стараюсь краситься по минимуму. У меня вот такая небольшая косметичка. Сейчас вам ее покажу. Которая лежит в ванной. И стараюсь по минимуму покупать косметики. Потому что не всю ее использую. А выкидывать ее очень жалко. А со сроками годности надо слить очень тщательно. И теперь я вам хочу показать тоже просилим свои любимые штучки для тела. Немножко поболтать с вами. Смотрите, у меня вообще очень сухая кожа. На теле она вся. Вот если за ней не ухаживать. Потому что я пью. Я знаю, почему это. Потому что я пью мало воды. Если за ней не ухаживаю, она прям очень-очень сухая. И последние, наверное, полгода я стала за ней прям тщательно следить. И стараюсь мазаться всем, что мне есть. И кожа стала лучше. Смотрите, что я люблю использовать. Во-первых, скраб. Скрабы я использую с сахарными. Соленые, вот эти вот солевые кофейные. Мне не нравятся. Я использую сахарные скрабы. Это скраб от Seven Days. Он с кокосовый. Он немножко с брёздками, с шиммером, да, блестит. Неплохой скраб. Ещё я брала скраб на Валбрисе. Я внизу оставлю ссылку. Он тоже бюджетный. Но он с маслом идёт. И после него очень была такая бархатная влажнёная кожа. И после этого скраба я обычно после душа ещё использую масло. Но когда я использую с тем скрабом, он у меня сейчас закончился. Просто я банку выкинула. Сислый, по-моему, он называется. Но у них такой очень сладкий аромат. Вот. После этого скраба, когда я его использую, я на коже не наношу масло. Я сразу использую крем, а кожа очень мягкая. Вот. Смотрите, я использую скраб, но не всегда. Если у меня получилось сделать это хотя бы раз в неделю, это уже победа. Вот. Потому что вечерами часто просто без задних ног заваливаю спать. И мне не до этого. Но стараюсь хотя бы один-два раза в неделю эту процедуру проделывать. Потому что кожа от этого меня только благодарит. Она становится очень мягкая. И очень приятно к ней прикасаться. И это такая вот мягкость. Она остается, даже если я просто помоюсь, да, вытрусь полотенцем, мне некогда ничем мазаться. Она все равно будет мягкая. Поэтому стараюсь хотя бы один-два раза в неделю эти процедуры приделать. Вот. Пользуюсь скрабом. Я не люблю мыться мочалками, тереться. У меня есть щетка. Вот эта, наверное, знаете, сухая. Для сухого массажа. Я тоже иногда делаю массаж тела. Шкрябую себя. Но мне, честно, больно. Я знаю, что там нужно это постоянно делать. Тогда кожа привыкнет. Но я что-то как-то все не могу к ней привыкнуть. Мне от нее больно. Поэтому я и там могу потереть попу, бедра, бока, живот немножко. И все. Выше я не иду. Вот. И покажу вам Кри. Теперь масло. Масло. У меня были масла от Bio Oil против растяжек. Не знаю, насколько... Много кто пишет, что им помогли. Нет растяжек. Я их использовала на себе, на мужа. Эти масла. У меня у мужа растяжки есть. Вот. У меня по слабиренности, а мужа потому, что он занимается. Сейчас у меня масло кокосовое вот такое от Doterra. Это шло на нам в подарок. Муж она купила эфирные масла. И нам в подарок шло вот такое масло. Неплохое масло. Я не знаю, можно ли его вот отдельно купить. Но когда оно закончится, я куплю какое-нибудь другое. Возможно, тоже кокосовое. Как бы мне посоветовали масло ЖЖБА. Будут просто им натираться. Ну, покой-нибудь любое масло. До этого у меня было масло Noni и лавандовое масло. Они шли в спреи. Именно не эфирное лавандовое масло. Такое мы с Таиланда привозили. Я в спреи на тело забрызгивала. Очень тоже удобно. Потому что это надо на руку выливать. Либо на себя и размазывать. А там сразу спреи напшикался, помазал. Все. Вот. Так, поехали дальше. И после масла. Кстати, масло я использую на влажную кожу. Я наношу крем. Сейчас у меня вот такой крем. Перлиер. Я не знаю, как правильно он читается. Он тоже из разряда кремов до 1000 рублей. Не очень дорогой. У меня был крем от Эвелайн в таком тюбике с помпой. Я его как-то вам показывала в покупках. Тоже мне понравился. У этого сладкий такой запах. Он запахом ванили. 250 миллилитров. Мне он очень нравится. Он такой как молочко. Он легкий. Но при этом он очень хорошо увлажняет. И мы его покупали в Литуале вместе с мамой. Мама говорит, что мама не сказала, бери этот. Я подружке подарила. Ей очень понравилось. В общем, когда он закончится, я, наверное, такой же куплю, но с другим запахом. Вот. Так. И еще у меня есть такой крем для ног. Эвелайн. Я им мажусь редко, честно скажу. Увидела его у кого-то. Кто-то его нахвалил, купила. Вот он у меня лежит. Ну, редко им мажусь. И все. Благодаря вот этим этапам. То есть помылись, да. Можно даже без скраба. Если скраб не очень любите пользоваться. На влажное тело наносим масло. Кто-то наносит масло от Джонс из Бэби. Я, честно, у меня нет доверия к этой марке. Потому что я видела много историй, когда дети обжигают. У детей появляются интеллижоги от этого масла. Поэтому я этой марке не доверяю. Вообще этим детским продуктам, которые продаются у нас в магазине. Я не фанатик. Вот. Я использую масло на влажное тело. И потом вот этот крем. Так. И поехали дальше. На волосы что я использую. Что мне очень понравилось. Я прям советую вам. Это, конечно, штука дорогая. На скидках ее можно урвать за 1800. Так она стоит там 2500-2600. Она продается на зоне заводном яблотке. Это я вам уже показывала. Это взбитые сливки. Такой мусс от Альтер Эго. Вот. Он выглядит как пенка. Потому что я его в одном видео использовала. Мне написано, что это пенка. Это не пенка. Это уход такой для волос. Это базовый уход. То есть на который сверху можно дальше что-то использовать. Мне он очень нравится. Прям вот очень. Потому что я в декабре подстрелила волосы. Убрала. Ну там подровняла, да. Волосы. И я мыла плиту. Получается, я забрызгала средством химии, да. И решила помыть вытяжку. У меня волосы были в хвосте. Я вот так наклонилась. И у меня волосы все упали в эту химию. И концы просто, ну, короче, сожгались. Я это не сразу заметила. Вечером, наверное, я поняла, что я испортила все кончики. И я начала активно проживаться вот этим средством. Каждый раз после митья. И волосы пришли более-менее нормальный вид. Но у меня уже концы сухие. Я последний раз стриглась в декабре. Мне надо срочно записаться тоже на стрижку. Вот все. Мы с мужем никак можем согласовать время, чтобы он меня отпустил. И дальше вам покажу. Я очень люблю делать гладкие прически. Потому что, да, я либо про борзи сделаю волосы. Я такой снизу хвостик делаю. Объясняю. Либо вот высокий хвостик. Ну, как высокий такой, да, хвостик делаю. Но волосы все зависываю, чтобы ничего не мешало, ничего не торчало. Чтобы это весь день продержалось. И меня это не отвлекало ни на что. И тогда я... У меня день приходит супер продуктивно. Вот. И мне очень нравятся, в общем, такие прически. Ничего не мешает, ничего не лезет. Целый день у тебя все вот как с утра это сделает, так стоит. Я для таких причесок использую. Я уже показывала средства. Шварцкоп Тальт. Шварцкоп ТАФТ Ультра гель для укладки волос. Тоже мне нравится. Я его наношу на руки небольшую, горошинку. И вот так вот зализу просто, да, как мне надо. Или вот так. И сверху у меня такой лак для волос от Кинсука. Надеюсь, правильно прочитала. Без алкоголя написано. Он висимый фиксация, он троечка. Вот. И что, 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 что? И чтобы сделать прям гладкую прическу, идеально не было вот таких каких-то непонятных проплешин, да. Я использую вот такую расческу. Она мне вот, волосы мне расчесывать не нравятся. Это из натурального, из щетины расческа. Но вот зализывать ей вот, чтобы все было красиво, очень мне нравятся. Прически все. Вот. И если все равно какие-то торчащие, видите даже, да, торчащие волосики остаются просто на глазах все. Я их прям маленькие такие, знаете, использую, я уже как-то говорила, гель для бровей бесцветный. Им вот так еще прохожусь. И все идеально стоит до конца дня. Все на месте. Вот, посмотрите сразу. Вот, все остается на месте. Мне тоже очень понравится. Также я покупала, вот я не могу использовать от Олина Fluid и Стрей 15 в одном. Вот. Ну и потихоньку их использовать. Тоже неплохие, потому что мне нравится. У меня еще есть масса для волос от Олина. Все, что я вам хотела. Пойду поскорее это видео смотирую, чтобы оно вышло. И тоже много задаете вопросов. Я все хочу снять ответы на вопросы. Мне их надо как-то сесть, собрать все в кучу и заснять. И я так понимаю, что у нас на этом канале будет скоро времени поменьше уборки. Буду побольше вот так садиться и болтать. Потому что много запросов на такие видео. И про материнство. И много разных, в общем, интересных вопросов от вас поступает. Я все вижу. Если я даже не ответила на ваш комментарий, девчонка, у меня высветился, я его видела. Просто вечером, когда сажусь отвечать в творческой студии, я включаю комментарии без моего ответа. И стараюсь на все ответить. Но, в общем, если я не ответила, не обижайтесь, пожалуйста. Напишите еще раз, если у вас какой-то вопрос. И лучше пишите отдельным комментарием, а не под чьими-то. Потому что мне там не видно. Я вижу, только у меня уведомления всплывают, что кто-то там кому-то что-то ответил. Как бы я туда уже особо не лезу. Особенно под старыми моими видео, которые сейчас набирают много просмотров. Там под ними и там и хейта, и всего хватает. Я туда даже, честно, стараюсь не заходить. Если вы там еще где-нибудь пишите вопрос, то, скорее всего, он потеряется. Что-то вы хотите узнать у меня. Вот. Девчонки, хочу вас поблагодарить еще раз за 10 тысяч подписчиков. Для меня это просто огромная цифра. Я не знаю, я думала, я к ней буду очень долго. Но когда она начала снимать шорты, они вам очень стали нравиться. Я, честно, сама в шоке. Мне тоже много кто пишет. Вроде ничего такого. Обычная жизнь мамы. Ну почему так интересно? Я сама не понимаю, почему вам так это все интересно? Мне это очень приятно. Я очень благодарна вам за то, что вы меня смотрите. И еще из последних новостей не могу с вами не поделиться. В общем, у нас Елисейка пошел. Ну все, я думаю, уже все знают. Я уже об этом говорила. Он пошел до года очень рано. И он очень активный стал сейчас. Просто маленький шилопоп. Везде лезет все-все-все. Ему надо. Муж мне говорит, давай ищи ему садик. А мы его поставили на очень государственный садик. Я надеялась, что его возьмут со следующего года. Очень хотела, чтобы пошел на полдня. Но я тут поговорила с мамочками на детской площадке. Мы сказали, что у нас в районе садов не будет. Я немножко расстроилась. Я уже нашла частный сад. Хотела его на 3 часа отводить с утра, чтобы мы позанимались, не поиграли. У меня было свободное время. Я там понимала, что могу выходить уже, начинать спокойно на работу. И немножко тоже отдыхать. И мне вчера позвонили с детского сада, в который ходят мои дети. И сказали, что им пришло направление на нашего Елисея вроде как со следующего года. Я не очень поняла, когда эта группа начнет работать в сентября. Потому что я бы, конечно, не хотела, чтобы мои дети пошли в сентябре в сад. Потому что у нас в сентябре резко холодно. Последние, не знаю, несколько лет я замечаю, что прям как 1 сентября становится резко холодно. И плюс дети идут в сад. У них эта перестройка после лета не заболевает. Я бы лучше, чтобы он в августе, например, первые 2 недели, хотя бы через день походил на 2-3 часа. Чтобы он немножко попривык, иммунитет попривык. Я бы, конечно, лучше так сделала. Ну, в общем, не суть. Но Елисею дают место в саду. Конечно, у меня это будет первый ребенок, который так рано пошел в сад. Мы с Костей этот момент оттягивали, как могли. Он у нас пошел в 3 года. До этого он ходил в час, но я ненадолго. Там на 4 часа были. В группу у меня я тоже ходила в час, она на 4 часа. Она пошла в 2 года в сад. И ей очень нравится. Вот. И с Ией вообще никаких проблем нет. У нас всегда идет в садик. Всегда довольная, счастливая. С Костей, конечно, в этом плане немножко посложнее. Потому что он не хочет там спать днем. Вот. А Елисея вообще, получается, очень рано пойдет. И я, конечно, немножко переживаю. Я стараюсь себя успокоить в этом плане. Потому что я прекрасно понимаю, что все мои переживания Елисея очень считывает. Я прям по нему вижу, как если я расстроена, если я злюсь, Елисея тоже. Он на меня смотрит, сразу плачет. И я стараюсь, как бы, принять эту ситуацию, сказать, да. Я стараюсь в этом быть только положительно, что да, Елисея пойдет в садик. У меня будет больше времени. Я смогу немножко отдыхать, заниматься собой. Я смогу быть спокойнее в каких-то моментах. И смогу по вечерам качественнее проводить время с детьми. Потому что днем у меня будет больше времени на то, чтобы заниматься какими-то своими домашними делами и недомашними. Вот. Я стараюсь как-то на это настраиваться и не думать о плохом. Фух. Такой у нас волнительный немножко момент. Но все равно я очень-очень рада тому, что у меня наконец-то мой лисеночек маленький, наш лисеночек, пойдет в сад. Он уже вроде только недавно родился. Уже отправлять будем его в сад. Ух. Вот. Ну, конечно, я хотела у нас в тот сад, который ходят мои дети, пешком туда сложно идти. У нас соседка ходила весь этот год. Мы с ней общались тут. Быть 20 минут идти. Она с двумя детьми шла по утрам. Вот. Плюс идти надо тут через лес, потому что, ну, тут быстрее, чем через лес туда идти. А все-таки Елисея, ну, утром, понятно, будет отвозить муж на машине. Я его не собираюсь там пока нам целый день оставлять. Мы посмотрим, как пойдет. Но понятно, что первое время он будет у нас там только максимум это на гулянку оставаться. До гулянки, точнее, да. Погулять и домой. И потом мне надо будет, скорее всего, его забирать самой, потому что муж будет работать. Вот этот момент немножко напрягает, потому что я бы на самом деле хотела пойти в садик, который у дома. Но что-то его вообще никто не хвалит, с кем я пообщаюсь. Вот. Да и с другой стороны, как бы дети пойдут вместе лучше в один садик, что Елисей будет видеть, что мы отводим Костю, отводим ее. Они тут, в принципе, рядом, только на разных этажах. Мне кажется, Елисей так будет лучше. Но вот единственный момент, что надо будет ходить, собирать, идти тут на минуту обратно с коляской. Если не через лес идти, на минут 30, наверное, надо будет идти. Но что поделать. Зато нам дают садик. И это садик государственный. Это не частный садик, у которого просто какие-то космические цены. Но, ну ладно, в общем, хорошо на самом деле, что он пойдет. Все, я в этом плохого стараюсь ничего не видеть, а то иначе я начну очень сильно нервничать. Я себя настраиваю на хорошее. В общем, все, буду заканчивать уже точно. Хотела вам еще показать помады, но Елисей у меня так спит. И я хочу сейчас смонтировать успеть, пока он спит. Но я надеюсь, что в скором времени еще будут видео собиралки. И я там покажу свои любимые помады и карандаши. Здесь вот у меня косметичка прям со всем необходимым. Я и показала вам все, о чем я прям постоянно пользуюсь. Все, что я люблю и вам рекомендую. Вот, как видите, прям очень много банок у меня нет. Потому что для меня важно все их вымазывать, а не выкидывать. Ну вот, все, буду заканчивать с этим видео. Спасибо вам за просмотр. Спасибо вам за вашу поддержку. Спасибо вам, что подписываетесь на меня. Всем хорошего дня и всем пока-пока.